Я не знаю, не уверен, хватит ли ума у Господь из германского битёза догадаться, то на бумаге, конечно, они могут закрепить муковое государство. Но если говорить серьёзно, то Сьи от них не зависит. Но, кажется, Сьи от меня не зависит. Сьи от меня не зависит. Сьи от меня не зависит. Не знаю, но, по сути дела, самым успешным и главным глубоким сталинским проектом было создание вот этого головокружительного образа, мифа, божеского подобия, идеала, о котором и сам его творец говорил как бы в кавычках. Вот кто, Сталин. И это такая слепящая тьма, по выражению Эриха Кестнера, которая до сих пор слепит нас и лишает разума. Развеем несколько расхожих мифов о Сталине, которые продолжают свою жизнь, несмотря на очевидность противостоящих им фактов и документов. Начать придётся с дня рождения Иосифа Джугашвили. Официальной датой его рождения, по всем справочникам, биографиям, энциклопедиям, считается 21 декабря 1879 года. Но совершенно неопровержимые записи в метрической книге Успенской соборной церкви грузинского города Горе свидетельствуют, что Иосиф, сын Весцариона и Екатерины Джугашвили, родился 6 декабря 1878 года по старому стилю, по новому 18 декабря. Явилась ли мистическая дата рождения Сталина результатом простой описки в документах, или необходимостью смены документов в условиях подпольной деятельности, или увлечения Сталина мистикой цифр, или желанием быть моложе своего главного соперника в борьбе за власть Льва Троцкого, определить сегодня невозможно. Следующий миф. Карлик Сталин. Человек чрезвычайно малого роста. Но в документах царской охранки, не склонной идеализировать или развенчивать Сталина, рост его зафиксирован дважды. Один метр семьдесят четыре сантиметра. Это человек, по меркам начала 20 века, скорее среднего, чем малого роста. Сплетние слухи настойчиво убеждали нас, что Сталин был агентом полиции в революционном движении. Публиковались даже соответствующие документы. Но все они при тщательном рассмотрении оказывались фальшивками. Я не исключаю, что при своих многочисленных арестах Джугашвили Сталин мог в некоторых обстоятельствах пойти на сотрудничество со следствием и сообщить несколько нелестных сведений о революционных интеллигентах, с которыми ему приходилось работать в подполье. Но штатным агентом он, конечно, не был. Все попытки навязать будущему вождю Азефовщину завершались разоблачением фальшивок, во-первых. А во-вторых, тайных агентов полиции не ссылают в Туруханский край. Это слишком далеко для провокаторов. Там они бесполезны. Вот ленинского дружка и любимца Романа Малиновского, многолетнего и штатного агента полиции, ссылали, как правило, недалеко. В Вологду или во Владимир. Но прежде ссылок, грабежей банков и поездов, чем прославился в партии молодой Джугашвили, прежде революционной деятельности, которую он, по собственному признанию, начал в 15 лет. То есть уже в 1894 году не отставая от Ленина. Таким образом, получалось, что революционный стаж у товарища Сталина был равен ленинскому, несмотря на восьмилетнюю разницу в возрасте. Очевидно, что 15-летний Ленин сильно отставал в развитии от 15-летнего товарища Сталина. Так вот, прежде всех этих сталинских достижений революционера Вундеркинда, у маленького Иосифа было детство, в котором ему можно было посочувствовать. Отец Сталина был настолько груб и так бил ребенка, что мать однажды сказала своему мужу. Ведь ты же сделаешь так, что твой сын потеряет любовь и к людям, и к Богу. Но не вызывает сомнения тот факт, что когда Сталину было лет 8, он в гневе на пьяного отца бросил в него нож. Нож пролетел мимо, отец бросился за ним, сосо успел убежать, его прикрыли соседи, спрятали. Но когда через несколько лет Сталину было около 11 лет, когда в какой-то пьяной ссоре в трактире его отца зарезали, то никто не может сказать, что Сталин каким-то образом сожалел о своем отце. И не нужно удивляться, что Сталин, например, в 1934 году инициировал принятие закона, по которому можно было предавать суду и расстреливать людей, начиная с 12 лет. Эта психологическая закономерность в его судьбе очевидна. Будущий вождь и предводитель вселенной оказался родом из того же несчастливого детства, что и его соперники по борьбе за мировое господство. Владимир Ульянов-Ленин и Адольф Шеклгрубер Гитлер. Личности, как и Джугашвили Сталин, с двойными фамилиями и двойным дном. Напрасными, кровавыми и вредоносными оказались их стремления осчастливить миллионы людей. В самом деле Ленин, Гитлер и Сталин не сумели сделать счастливыми ни одного близкого им человека. В личной жизни ни у кого из них не было ни одной счастливой женщины. Это полный крах в личной жизни. Были ли они уродами от рождения? Иногда хочется признать их уродами и этим вроде бы многое объяснить и забыть. Но нет, уродами они не были. Не надо приписывать им многочисленные болезни и вывихи. Суть, очевидно, прячется в явлениях другого порядка. Ленин, Гитлер и Сталин были больны человеконенавистническими идеями. А сталинское людоедство взращивалось еще и возраставшим бременем власти, которая пожирала любые идеи и выплевывала лишь жалкую жвачку. И так, не умея осчастливить тех, кто рядом с ними, жену, подругу, любимую женщину, они берутся осчастливить человечество. Конечно, современные последователи Сталина и сталинизма, железного порядка внутри, железного занавеса, где-нибудь на Эльбе, Шпрее, уже изрядно соскучились из-за того, что мы все еще ни слова не сказали о весомых достижениях Иосифа Виссарионовича. Поэтому переходим к мифам о достижениях, скорее даже к самим достижениям. Цитировать Черчилля о том, что Сталин принял Россию с Сахой, а оставил ее потомком с атомной бомбой, мы не будем, потому что Черчилль никогда ничего подобного не говорил. Если есть желание цитировать Черчилля, то можно вспомнить, как ужаснулся британец, когда Сталин поведал ему об уничтожении миллионов крестьян на пути к насильственной коллективизации. Дружба и симпатии Черчилля и Сталина статья совершенно особая. Английскому премьеру, как воздух, нужны были союзники для успешной борьбы с Гитлером, Жертвовать миллионами солдат, как в Первую мировую войну, Великобритания не могла. Как же не любить кремлевского диктатора, готового на любые жертвы и на полное исчерпание народа? Недолгая это была любовь без радости, а разлука без печали. В уютном поселке Кокколо, ныне Репина, тогда расположенном на территории Финляндии, проживал художник Илья Ефимович Репин. Вот что он пишет своему другу Виктору Ивановичу Базилевскому. Страшное ослепление. Боролись за свободу. Век свободы. И получили еще небывалое рабство. Рабство духа. А этого не прощается ни в всей, ни в будущей жизни. Прослеживаются две ипостаси большевизма. Первая – это ленинская. Ленину были нужны прежде всего дезертиры, люди с ружьем, мародеры, бандиты, уголовники. Ленин так и говорил, что мы Россию завоевали, мы теперь будем Россией управлять. Вторая ипостась большевизма – сталинская. Сталину были нужны бессловесные рабы. И ленинщина, и сталинщина вели прежде всего к растлению народа. И это мы должны учитывать сегодня, потому что мы ведь после уничтожения русской элиты потомки или дезертиров с ружьем, или же сталинских бессловесных рабов. Поэтому выбор у нас невелик. Что еще мы сделаем с нашим Отечеством? Один Бог знает. Но вот несомненное достижение – создание сталинской партии меченосцев. Партия – это главное. И на всех съездах – идиотские восторги партийных бонз. Вот незадолго до гибели от рук ревневого мужа, товарищ Киров буквально захлебывается от счастья своей принадлежности к ордену меченосцев. Основное решающее, чему все обязано, – это наша коммунистическая партия. Но, товарищи, кто-то не самое правильное. И самая решающая, и самая определяющая наука нашего в мире – это партия. Чем больше, чем лучше, чем глубже и культурнее мы подкованы с этой самой наукой, которая называется марксизмом и феминизмом, той наукой, которую так, таким величием может воплощать жизнь наш учитель, товарищ Калинин, этой науке мы обязаны всем в основном решающим. Партия – это главное. И, конечно, марксизм-ленинизм – не истина, не правда, не народ, а партия. И при этом надо отдать должное Сталину. Его неоспоримым достижением было уничтожение Ленинской гвардии, отъявленных продажных ланскнехтов, германских и прочих наемников. А теперь вспомним недавнее. Его легче осмыслить. В 1996 году мы, нормальные люди, выбирали из двух зол. Выбрали зло меньше Ельцина, а не Зюганова. Лучший, конечно, выход был бы голосовать против всех, но до такой патриотической зрелости наше общество еще не доросло. Так вот, и Сталин в свое время был меньшим злом из очень многих более кровавых и страшных зол. Исторический выбор был сделан не в пользу банка большевиков-ленинцев, иначе нас бы и на земле не осталось, Россия вся переселилась бы на небеса. И, как мечтали Троцкий, Зиновьев и писатель-чекист Бабель, мы стали бы соломой для торжества мировых революционеров. Такой сякой и жестокий Сталин оставил нам хотя бы шанс выжить. Но жертвы ведь жертвам рознь. Когда нам в равной степени предлагают печаловаться по погибшему дворянину Николаю Гумилеву или по революционеру-авантюристу Льву Троцкому, когда мы должны скорбеть по расстрелянному поэту Павлу Васильеву или по предателю России Николаю Бухарину, когда рядом стоят настоящий русский офицер Михаил Гроздовский или гвардейский Иуда Михаил Тухачевский, травивший газом тамбовских крестьян, когда на одной доске для нас государственный деятель, замечательный писатель, казачий генерал и патриот Петр Краснов и с другой стороны какой-нибудь Михаил Фрунзе, то разве это не есть бесовство, когда ведьма в одном котле смешивает правых и неправых, грешников и праведников, белых и красных. Пойди их потом разбери. Нет, мы не будем скорбеть Палацисом и Петерсом, утверждавшим, что расстреливать надо всех подряд с запасом, чтобы в будущем они не могли стать врагами их власти. Не стоит огорчаться, что Сталин все-таки достал в далекой Мексике ударом ледоруба Льва Троцкого. Такие у них у всех были нравы. К чему вспоминать Бухарина, считавшего, что русскому народу для выработки социалистического мировоззрения необходимо поголовно пройти через концлагеря. Не стоит изводить себя судьбой Белла Куна, нервно приболевшего после массовых убийств в Крыму. И десятки, и сотни других блюхеров, Тухачевских и Кассиоров не нам право оплакивать. А вот мужика, лишенного дома и родной земли, священника, утопленного в проруби, учителя, отправленного на Соловки, философа, вынужденного валить лес и по кирпичику выкладывать индустриальный облик Советского Союза. Вот по ним и плакать, и печалиться, и помнить, и называть всех поименно, и в поколениях память светлую о них передать. Есть тенденция сравнивать с разного рода тиранами, египетскими фараонами, с ассирийскими, но, по сути дела, мы о них так мало знаем, а о Сталине знаем так много, что, кажется, на самом деле мы много знаем о египетских фараонах и ничего не знаем о Сталине. В этом смысле Сталин действительно фигура уникальная. И мне кажется, уникальность его состоит не только в количестве жертв, в том, что он создал самую потрясающую, самую мощную империю 20 века, но прежде всего в том, что Сталин сумел перевоссоздать историю человечества. Как это ни парадоксально, сегодня история осмысляется через восприятие Сталина, так как он ее написал. Ни один тиран, ни один государственный деятель, ни один диктатор не попытался создать вот этот самый грандиозный проект истории. И 20 век прошел под знаком Сталина. Да, можно говорить, сравнивать, скажем, Ленина и Сталина. По количеству жертв, к слову сказать, Ленин, наверное, превзошел Сталина, но ленинские жертвы какие-то стихийные, какие-то дикие, какие-то несуразные. Что касается сталинских жертв, хотя жертва есть жертва всегда, но тем не менее, это жертва, в которой есть очень мощный элемент осмысления, осмысление этой жертвы самим Сталином. И ни один диктатор, ни один государственный сатрап не осмысливал так глубоко необходимость жертв, как Сталин. Великим менеджером Премудрого Иосифа называют сегодня не случайно. Сталин создал совершенно особую систему управления. Она заключалась в неком новом сословии, которая, в конце концов, получила точное определение сталинская номенклатура. Советский народ жил в коммуналках, в бараках, не снимая ватников и ботинок, но номенклатура получала большие оклады, премии, роскошные квартиры и дачи. Именно выходцы из этого сословия вспоминают сегодня, как хорошо жилось нам при Сталине. Результаты такого управления были плачевны с самого начала внедрения этой системы. Уже в первую пятилетку страна столкнулась с чудовищными приписками. По основным показателям, первая пятилетка так никогда и не была выполнена. Но пропаганда ведь вершилась теми же самыми руками, которые выводили и мифические цифры. Достаточно вспомнить описание нашими прогрессивными писателями строительства Беломура Балтийского канала. В каких условиях жили там строители и в каких чекисты-охранники. Скольких жертв стоило русло этого канала. Каким громадным было бы кладбище по его берегам, если бы и кости людские не становились подсобным стройматериалом. Действительно ли он был успешным управленцем? И если да, то в чем этот успех заключался? Во-первых, и на это хотелось бы обратить самое принципиальное внимание, главная заслуга Сталина в тот период, когда он пребывал у власти, захваченной большевиками России, это консолидация власти новой социальной группы, нового правящего класса, нового класса, как его называл югославский диссидент Милован Джилас, родившийся даже по большому счету еще до Октябрьского переворота 17-го года. Этот класс получил название номенклатуры коммунистической партии ответственных партийных работников, чиновников, заполнявших все ступени должностной вертикали, начиная с 20-х годов. В руках этого правящего класса к 30-м годам 20-го столетия оказалась не только сельскохозяйственная земля и средства производства, но и труд населения. Именно номенклатура определяла уровень заработной платы, степень занятости и выбор профессии. Она пыталась контролировать духовный мир человека. Степень вмешательства этого нового класса в частную жизнь человека была труднопредставима. Ее даже сравнивать близко нельзя с тем, что было в нацистской Германии в те же самые годы. Очень важно подчеркнуть, что номенклатура формировалась по отрицательному признаку. Это была отрицательная селекция. И еще несколько слов об успешном управленце. Колхозная система предусматривала самое настоящее рабство. Это было даже не крепостничество, которое начиналось с закрепления крестьян центрально-черноземной губернии и способствовало ликвидации голода в России на рубеже 16-17 веков. В Советском Союзе колхозник не имел паспорта, не имел права сменить место жительства, не получал заработной платы за регулярный труд. И эта сталинская система просуществовала до середины 60-х годов и фактически убила в народе желание работать на земле. Прибавьте последующие эксперименты Хрущева, и сельское хозяйство, приносившее Российской империи ее народу громадные доходы оказалось окончательно разрушенным. Когда историки сегодня говорят, что в 1966 году в номенклатуре ЦК КПСС 70% составляла доля выходцев из беднейших крестьян и неквалифицированных рабочих, а в 1981 году, уже накануне конца Советского Союза, эта доля увеличилась до 80%, то это именно результат селекции, произошедшей в сталинское время. Налицо поразительная эстафета маргинализации правящего слоя, как заметил один из современных историков. Именно в консолидации воли правящего класса, именно в консолидации власти партийной номенклатуры и заключалась главная историческая роль Иосифа Сталина, человеку, которому посвящен наш фильм. Величие Сталинской державы. Кто ощущал это тяжелое величие? Рабочие, получавшие минимум заработной платы? Колхозники, не получавшие ее вообще? Конечно, сталинская номенклатура это величие ощущала. Но что они все вместе и во главе со своим любимым вождем построили? Неуместно ли здесь процитировать апостола Матфея о доме, построенном на песке, о хозяине, который умер и немедленно развалился дом? Ведь в историческом смысле 40 лет – это фактически одно мгновение, а сталинский дом на песке не просуществовал и 40 лет после смерти его главного архитектора и строителя. И уж совершенно страшная и гротескная реальность. Ведь никто не вышел на защиту этого дома, когда 25 декабря 1991 года под покровом ночи был спущен навсегда флаг Советского Союза. А вместо него ранним утром следующего дня москвичи увидели другой трехцветный флаг и проснулись совсем в другом государстве. Где были тогда миллионы членов партии, миллионы сотрудников спецслужб, внутренних дел, миллионы граждан умиравшего в ту ночь государства? Никому тогда был не нужен ни Сталин, ни сталинский Советский Союз, никому на самом деле, о чем бы сегодня, когда новый опыт оказался и болезненным, и горьким, не говорили мы задним числом. Но и неудачи наши связаны в определенной степени с той чудовищной опустошенностью, которую произвел в стране, народе и в душах наших все тот же великий кормчий. А какой вселенской усталостью страдаем мы после сталинских штурмов земли, Берлина и неба? Прав, конечно, мудрец наш Владимир Шали, заметивший, что усталость ненавидит правду, ибо правда не может устать. Усталость презирает искренность, ибо сердце не может устать. Усталость оскверняет любовь, ибо между жизнью и смертью появляется предательская пауза. Субтитры создавал DimaTorzok